так вот для подготовки зерна для посадки на пеньки вот мы приготовили овес пока мы делали подготовку закипела можно сказать вода и вот это мы сейчас отправляем в кипяток значит я объясню для чего производить отварку варить зерно для того чтобы у вас под пеньком не выросла целая плантация в данном случае овса ошпариваем просто ее водой нужно хорошо чтобы остановить рост для того чтобы убить убить такое слово нехорошие остановить до прекратить рост зерна по пеньку вот мы его всыпали в кипяток сейчас буквально пару минут она закипит а пока это будет происходить сейчас подготовим место для того чтобы сделать еще одну манипуляцию вот и для чистоты проекта вот здесь к 17 здесь п 80 и здесь мы сделаем ряд здесь будет королевская вешенка вот к в королевская вешенка ну по отзывам пользователи брали от мицелий значит по описанию грибов которые вы оставили на пеньках я точно понял что это было к в то есть делаем то же самое специально взяли в тех же самых условиях в том же самом месте в тех же самых климатических условиях тот же самый день все то же самое делаем посадку королевской вешенки и для сравнения на тех же самых пеньках с того же самого бревна мы посмотрим на результаты что нам даст посев королевской вешенки на пеньки под елочками что вы скажете будем ждать урожая будем дать урожая и толстых урожаях мы продолжаем снимать чистые у нас тут чисто эксперимент чисто по посадке значит к 17 первый ряд п 82 ряд значит вот здесь троечка пошла это к в мы отвели такое специальное место под елочкой будем надеяться что она будет у нас пахнуть елочкой как это самый как лисички вот зерно у нас здесь и а вот здесь передний ряд это у нас м 21 81 бельгийский штамм вот снимаем вот наглядно на камеру на камеру м 21 делаем засев закладываем пенечек вот один из двух и до беру пенек и камеру если у вас происходит чистка сада и у вас вообще нету вот пенька нету бревна и всего остального осталось вот такая вот какие-то обрезки там вот зачистки веток и всего остального то можно сделать вот такую пирамиду мягко говоря грубо выражаясь вот так и еще вот такой вот коряшка тут пойдет 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 ну вот так значит не влезла не влезла вот такую делаем экибану бонсай видной и вот это все закапываем и в общем и целом фактически на сегодня работы закончены значит еще раз повторяемся что у нас тут посажены к 17 1 ряд п 80 2 ряд м 21 81 бельгийский морозоустойчивый зимний третий ряд вот так перспективно смотрим вот прекрасно женщина работает одно удовольствие смотреть вот и здесь три у нас королевской вешенки под елочку мы специально такую поместили потому что есть надежда она будет у нас пахнут лисичками растет как елочка значит будет пахнуть лисички вот и тут у нас осталось уже еще садом пеньки вырастут так вот для подготовки зерна для посадки на пеньки вот мне приготовили овес пока мы делали подготовку закипела можно сказать вода и вот это мы сейчас отправляем значит я объяснял для чего производить отварку варить зерно для того чтобы у вас под пеньком не выросла целая плантация в данном случае овса ошпариваем просто ее водой нужно хорошо чтобы остановить рост для того чтобы убить убить такое слово не хорош остановить до прекратить рост зерна под пеньком вот мы его всыпали в кипяток сейчас буквально пару минут она закипит а пока это будет происходить сейчас подготовим место для того чтобы сделать еще одну манипуляцию пришло что решит что на ливой вот к так 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 знімай тут о там бока ну я думаю тут буде красиво ракурс так ракурс завжди одинаковий так ну і далі я притрамбовую ножками ну ножками так не махай камерою не махай так тримай статично камера не кодил просто тримаєш якщо ти хочеш зняти перспективу в герасинку її переводиш ой яка красота покажи ну 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 не дергай ёлочка красива у нас живоплід ага ти хочеш ёлку показати так живоплід красота красота и обратно судя все и не трясай камеру доброй рук показательну вот я довел дуб можно сказать женское дело вот и для чистоты проекта вот здесь К17 здесь П80 и здесь мы сделаем ряд здесь будет королевская вешенка вот КВ королевская вешенка ну по отзывам пользователей которые брали этой цели значит по описанию грибов которые вы оставили на пеньках я точно понял что это было КВ то есть делаем то же самое специально взяли в тех же самых условиях в том же самом месте в тех же самых климатических условиях в тот же самый день все то же самое делаем посадку королевской вешенки и для сравнения на тех же самых пеньках с того же самого бревна мы посмотрим на результаты что нам даст посев королевской вешенки на пеньке под елочками что вы скажете будем ждать урожая будем ждать урожая больших и толстых урожаев ну мне сильно мы продолжаем снимать чистые у нас тут чисто эксперименты чисто по посадке значит К17 первый ряд П82 ряд значит вот здесь троечка пошла это КВ мы отвели такое специальное место под елочкой будем надеяться что она будет у нас пахнуть елочкой как это самое как лисички вот зерно у нас здесь и а вот здесь передний ряд это у нас М2181 бельгийский штамм вот снимаем вот наглядно на камеру на камеру М21 делаем засев закладываем пенёчек вот ну один из двух и да беру пенёк и камеру вешаю на 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 сучок если у вас происходит чистка сада и у вас вообще нету вот пенька нету бревна и всего остального осталось вот такая вот какие то обрезки там вот зачистки веток и всего остального то можно сделать вот такую пирамиду мягко говоря грубо выражаясь вот так и еще вот такой вот коряшка тут не пойдет 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 ну вот так значит не влезла не влезла значит не влезла вот 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 делаем экибану бонсай видной и вот это все закапываем и в общем и целом практически на сегодня работы закончены значит еще раз повторяемся что у нас тут посажено к 17 первый ряд п 80 второй ряд м 21 81 дельгийский морозоустойчивый зимний третий ряд вот так перспективно смотрим вот прекрасно женщина работает одно удовольствие смотреть вот и здесь три у нас королевской вешенки под елочку мы специально поместили потому что есть надежда она будет у нас пахнуть лисичками растет там елочка значит будет пахнуть лисичками вот и тут у нас осталось еще садом пеньки пеньки да и что уже вырастут да да так все а а тут какие штаммы будут по 80 вот в одном месте при одних и тех же условиях мы делаем посадку разных штаммов будет показательно газету да если мы посадим в другом месте топинамбур земляная руша то классно ну конечно ничего нету найденный случайный топинамбур тоже пойдет вот смотрите как занимательно это все дело происходит если диаметра не хватает большого то можно поставить вот так вот два вместе очень важный момент чтобы вы знали мицелий сам по себе он древесину вот в штамп он не врастает он врастает именно вот эту рыхлую клетчатку которая находится между древесиной и корой вот здесь его любимое место если вы ходите за грибами то его хорошо знаете вот лежит какое-то бревно копнул его ногой когда карась летает и под ней видно хороший красивый рисунок белого мицелия который растет под корой вот именно в этом месте и будет распределяться сам мицелий здесь он врастает в первую очередь поэтому если вы планируете посадку засверливанием то засверливать нету смысла его по центру бить здесь дырку лучше ее сделать по периметру вот в этом месте и здесь смотри как видно хорошо вот береза наступила весна пошел сок да она вот здесь мокрая тут чуть подсохла хорошо видно как идет жидкость вода относительно того каким каким боком ее садить то есть в сторону сокутека против сокутека ну мне кажется ну это бред полнейший абсолютно там мицелий по барабану в какую сторону сок там будет направляться вверх или вниз дело все в том что он будет прорастать вот в этом месте вот этой рыхлой клетчатки здесь он будет распространяться и осваивать вот эту древесину ну и вот такое вот здесь мы посадили два пенечка вместе а в дальнейшем там есть еще маленькие да тонкие ветки там скорее всего по 4 по 5 штук будем садить одновременно ловки и любые и любые вот это вот вот это все классно давай зерно алло так зерно зерно. А ты принеси губровое, вон. Так, снимай, снимай. О, тромбовка. Ну, я думаю, тут буде красиво. Ракурс. Так? Да, припустя, це. Ракурс завжди одинаковий. Так, ну і далі. Тобав притромбови ножками. Так, наступне. Занект. Так, значи тут буде один, і тут ще один буде, так? Не махай камерою. Тим, хтось. Тримай її статично. Камера не кадив. Просто тримаєш. Що ти хочеш зняти? Тим, хтось. В перспективу в герасеньку її переводиш. Ой, яка красота. Покажи. Ну, 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 ну. Не дергай. Ёлочка красива. У нас живопліт. Ага, ти хочеш ёлку показати? Так. Живопліт. Красота. Так. І обов'ятну суддіюю. Все. І не трясай камеру. Доброго року. Показати. Я повел дуб. Можно сказати, женская дуб. Можно сказати, женская дуб.